Курючаем Это Юрген, Юра из Германии Это Дмитрий из Германии Всем привет Приехали посмотреть Канаду В Манитобу приехали Возле Штайнбаха Остановились там в городке Украли машину в Манитобе Крутую И приехали Машина Джета От Саскочиманских отличается тем Что впереди номера вешают В Манитобе У нас их не вешают Бензиновые, да? 700 километров с лишним, да? 760 Ну, посидели, поболтали, познакомились С днем Вовой пообщаться Вот на фоне нашего дома Сотографируем Красота Автобус можем посмотреть Школьный Прокатимся Заведем и прокатимся Ну ладно Так, фотографируем друг друга Сзади школа Вон там наша Рядышком со школой живем Вроде невзрачная такая Одноэтажная Но все там есть И спортзалы, и то, и все Очень большая школа Красота У соседей еще Вон эти новогодние украшения Не убрали еще Автобус только что Мы прошманали, просмотрели Заводить не стали Кататься не стали Тепло сегодня, тепло Прямо плюсовая Повезло Плюсовая температура Ожидается сегодня И завтра И послезавтра тоже Да уже как-то жарко даже Вон сосульки повесли Другу не терпится Друг ждет Сегодня пятница, короче Кони стучат копытом Пригласил специалиста Пригласил специалиста Наконец будем разбираться С этим автомобилем Хороший специалист Вроде разбирается капитально В обогревающей системе Так, вот Ну-ка Вот он Специалист Улыбается Open the good, please Ну, зону же там соорудил В музоне он разбирается Специалист Open Так, сейчас она нам откроет Короче, мы с этим специалистом Сейчас поедем Испытывать нахер Машины не зарегистрированы Но мы такой Левый номерной знак Присобачили Чтоб нас не арестовали Вот смотрите, что мы сделали Мы мешок от собачьего Кома впереди запирачили Тут оказывается Два радиатора Впереди еще один есть Маслени, наверное И еще какая-то херня Если он пошел Трубка-трубка Тут все-таки крутить можно А там еще Какая-то херня А я думаю Эта фигня всегда крутится Так А термостат он там Стоит, между прочим Так Внизу Термостат Термостат внизу стоит Так что Вот эти все Прикладления Что он на верху стоит Это были неправильные Хороший Поедем испытывать Так Но этого мало Одного помощника нам мало Блин Мне еще специалистов надо Блин Чтобы наверняка уже Разрулить все Поэтому я думаю Мы сейчас пригласим Еще одного специалиста Сейчас надо только Приготовить Это жестный прием Этому специалисту Так Так вот Все Готовы к встрече Товарищ специалист Пойдем Каной Гоу Так Все Команда В сборе Два танкиста И собака Попрем Испытывать машина Будем нагревать его Однако Ну что Эля Как настроение Ну скажи привет Привет Так Рыба поймала Они тебя называют Не знаешь почему Не знаю Один парень сказал Это рыба поймала А ты один раз говорила По моему В кино где ты говорила Рыба поймала Да Ну что то у нас Зум что ли включенный Нет Так ну молодец Эльвирчик подлетел Сегодня Будет нам помогать Да Эля Ну вперед поехали Я же выключаю камеру Потом пристегиваюсь А потом Продолжаем вести репортаж Нафиг Так Едем Едем Хороший Чуть-чуть катаемся Покататься Солнышко сегодня Пятница На улице Тепло у нас Почти что плюсовые температуры Вот это температура Ты должен быть здесь Нет 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 Окей Минус 1 Бензин привезли В нашу местную заправочку Так Поедем Машины стоят хорошие И что это Форона что ли Нет Какой-то Бабушки закупились Магазинчик есть у нас Маленький Страховка есть Машины страховать Всякое такое Офис есть Вот это офис наш Короче как ратуша Блин Все есть Он даже банк есть Видите вот Да А там еще есть Вот это Парикмахерская Блин Вот маленький колхоз А все есть Вот смотрите Когда основана была Наша колхоза Так Ну что рассказать Короче Блин парень построил В прошлом году И сам там живет Еще и в аренду Блин сдает Ресторан закрыли Приезжать Открывать ресторан Жрать нечего Блин Уже давно закрытый ресторан Да И это Свечи тоже перестали делать Никто уже блин не ставит Их наверно в церквях Свечной заводик был Такой козырный Перестали Закрыли Нафиг Не идет больше Так Сейчас поедем Через лево Через дорожку Да Через железную дорожку Короче ребята Звонил я в Японию Позвонил И так говорю Ассаламу алейкум Говорю Академик Куршанов На проводе Соединитесь Тойота пожалуйста Тойота Соединили Все разговариваю Говорю Халгалай Джекси Говорю Что надо Я говорю Дядя Вова Меня зовут Ураган Говорю Ага Что Говорю Надо Дядя Вова Сан Говорю Короче Тойота Купил И говорю Проблемы Сплошной проблемы Печка Холодно Говорю Патрубка Холодно Говорю Помпа Ребята Сказали Ваще Не работает Термостат Ребята Сказали Ваще Сломанный Отопительная Система Ваще Сломанный Этот Короче Фильтр Салон Ваще Сломанный Фильтр Другой Совсем Слонанный Все Забиты Все Сломаны Все Трубы Забиты Весь Система Надо Продувать Промывать И вообще Машина Просит Кока Кола Просит Или Фанто Просит Или Сыворотка Просит И все сломаю у него давайте помогайте японцы немножко поговорил посоветовался слушать еще такой акцент интересный ну это сибирь родился короче как ты русский город я грузский а есть на японские машины круто точно его очень ремонтировать так точно сейчас гордишь о посоветуемся короче уж не еще немножко посоветовались слушай дядя волоса короче это диагноз такой машины твой горки ездить так точно машина тепло так точно говорю он даже стрелка отопление показывать нормально групп так точно он дядя волоса короче мы тут посоветовали сказали тебе хотим сказать короче и горит это собаки покорми лайки лайки и стрелка адрит к аппаратуре прибором и двигателю и к системе отопления вообще не лезть никогда понял на группе понял так точно а еще короче а еще говорит сказали машина ничего не поломанные у тебя мозги поломанные лечить надо понял так точно до свидания горяде волосом если чё звони еще на грудь спасибо большое до свидания кошки вы не сдер пошли на фиг короче трубка положил вот расстроился и теперь едем испытывать машина перейти радиатора совсем закрытие будем стараться поднимать температура правильно у меня великий автогонщик из германии короче все великие автогонщики из германии вот михаил шумахер а это вот короче его на и это двоюродная сестра короче прям прям вот здесь у нас самый ужасный долина какой без вот сюда вот летишь вниз так и у тебя голова закружился значит и соскочеванский человек потому что только у соскочеванцев есть бойзниц атаковых высот всяких разных потому что у нас все плоско и все ровно и очень редко попадаются такие каньоны здесь между прочим монахи первый раз когда пришли сюда здесь один степ кругом был они здесь бивак разбили покушали помолились и решили что здесь где-то в этой округе будут оседать и вот в пару километрах они осели здесь так хитрый маршрут выбираем какой-то я здесь на койотов охотился между прочим а ирга здесь растет помнишь или кушали мы иргу здесь до хорошие места ну давай покатимся немножко покатаемся либо поймаем и проверим как работает машина или нет стрелка пока не поднимается сволочь надо нам его нагревать если чё сейчас немножко прогреем и будем дусту давать и на снег поедем на поле поем кататься хорошо товарищ ассистент как у вас дела заднем отсеке все нормально мы как космосе у них белка у стрелка у нас динамит нафиг потому что мы ураганы прем прем исследуем не следуем а как испытываем машину испытать как говорил мой товарищ спитаем сегодня чё-нибудь херню какую-нибудь мы бывало с ним смастерим были поехали испытаем говорит крыша и мы испытывали были сколько мы их наспытывали сколько переломали были так что спитаем ребята спитаем что-то интересные маневры зерно тут у мужика и он раскрыла раскрывает его очистился будет вывозить наверно скоро однако я хочу все блины выявление поместил уже еще это мешок такой когда освободиться не и чекает обычно выбрасывает я хочу найти такой мешок пленка хорошая мощная такая пленка держит хорошо я использую в каждую дырку ну чтобы не покупать всякие полы знаете а это бесплатная халявная крыши там то-сё делаю везде на заимки температура не поднимается температура что-то не поднимается надо лезть куда-то в поля буксовать надо начинать и очень тепло блин снег такой как сопли длин это можно засесть видите они что-то это подоковыряли они осенью пахать не пашут а рыки такие копают специально у них приспособа есть чтобы дождевая вода стекала потому что главная задача что весной паладок сошел быстро чтобы поля подсохли чтобы засеять можно было где-то все-таки короткая здесь мы довольно так это северно живем и поэтому если зарюхаешься в такой арык то это будет грустно на будет пешком идти трактора искать а такие приключения нам не нужны вот другие всякие фермы разные не знаю вам интересно или нет заборщики колючей проволока ни в коем случае не от людей если стоят знаки чтобы не охотились это тоже не из вредности а потому что у человека тут скотинка и он не хочет чтобы ваши пули и вода хоровок попали ну снимаем или снимаем корловки на улице сено им кидают лишь как в рядок так они хавают всегда на улице сараев у них нет в лучшем случае навес только делают где они от ветра могут скрыться но это такие стухтовенькие немножко фермы не очень богатые такие знаете ну хватает им на жизни вот так они это потому что сейчас уже это никто так это почти не делает чтобы и скотину держать и земледелием заниматься и туды и сюды а эти пытаются кожа каждый каждую копейку выжать чтобы это на жизнь хватало разбогатеть не разбогатеешь ну на бутерброд с икрой хватает он зерно загружает из своей емкости в грузовик повезет сдавать сейчас очередь подошла его наверно очередь они записываются очередь блин большая с прошлого года еще не все зерно вывезли народ обижается судится железной дорогой железная дорога не успевает короче говорят суровая последняя зима их так сильно короче это назад отбросила а им в ответ говорят ребята у вас это так вот короче опоздание не зимой а летом произошло и вот это вот такой пинг-понг происходит короче как у вас там в донбассах по моему блин зачем я опять в политику полез не знаете это я так просто неудачное сравнение такое снега мало совсем мало если так останется то сойдет мигом птички прилетят более еще в апреле и будем долбить белых гусей правда тетейли расскажи чуть-чуть а там а пудел пуду стреляется гусь гуси какие гуси черные белые 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 гуси белая белая гуси белая белая гуся точно и песни даже такой есть или белый как снег как чистый снег как чистый снег лист покрывала да еще там болен бензин у нас хватит там короче температура не поднимается собачий корм мешок впереди не помогает блин чё делать не знаем что-то тут кто-то блин погибает снегах лука смотри чё за маневры а может помочь надо у нас даже веревки нету наверно трактор у него снег чего и собака какой летит как бесец прямо белый так чертом бензинка привез за про дурак бензин кончился и ну кто же с пустым баком едет блин снега толкать а ой бай ой бай пассан какой-то на девка ему бензин привез между прочим трактора часто на бензине бывают и они это намного дороже потому что их легче заводить зимой и они надежнее легче заводится все на свете я думаю это отвечает на ваш вопрос почему в канаде мало дизельных автомобилей почему основной бензин не любят люди геморрой такие лишние головные боли бензин как-то зимой все равно надежный едем дальше едем вторые сутки уже проехали 1865 километров температура не поднимается отсюда дует холодный воздух прохладный такой не очень теплый или горы теплый мне надо чтобы был горячий горячий не дуй а когда вот это сделать чтобы вперед сюда было отсюда не прохладили ну шо за херня эй куда едем туда не надо туда не надо давай назад ёлки-палки вон там бизон а здесь койоты живут там это есть заброшенная фазенда я тут гусей стрелял как-то она пушки лежал и ну как медведь койотища большой наблюдал за мной лучший ну едем испытывать дальше надо куда-то бухсалат ехать поляхам ухода до греет машину зашло за херня пришел не греется короче у некоторые постройки крыша немножко не выдерживаете проседает так как седло и вот подпорки ставить уже поздно выручение замерз даже вообще и вот так вот и остается потом очень старые постройки однако никто за ними уже не смотрит так нас не нужны рядом просто свежие ставят и все вот такие новые строят и все а если с домом дом тоже старые оставили новые построили видите а чё заморачиваться правда олени здесь обычно гуляют сейчас что-то олова фото олень учиться один смотри какой ой два оленя слушать болель зачем вот есть не гоняет олени это пугай а чё в школу не надо что ли сегодня что такое чё пацаны морзеек не знаешь крупные пацаны смотри какие ой бай ну да таким школам не надо наверно но елки-палки детский сад нафиг а уже снегоходы свои а я блин старый нафиг были снегохода нету ну шо за херня не знаешь надо мне в детство впасть чтобы был тоже снегоход ну ладно едем дальше белья хамоха буксовая ядричный топал кожи дифференциал аж включал боли на это снег турацкий вот опять замуксованием что-то и блин уже своей колеи стараюсь не вылазить блин а то наш не лопата ни хера может как дурить испугались ну второй мост и то еще блин что повышенную сделаем нафиг да все нормально не боишься покажем где буксовали копали сапоглами блин потом или там нафиг это толкала вытолкала ну хорошо говорит что она это в чем ходит короче сильный такой сильный девка короче но здесь буксовали блин я уже боюсь что он дальше ездит блин снег хороший глубокий сволочь такой или пробьемся стерни в другом дворе так ну а что прикольно ребята температура поднялась ага температура поднялась о-о-о-о-о-о-о-оо ваш поняет так прежде тем начнем ее насиловать ящик посмотрю патрубок открылся термостат или нет да Блин, как она нагрелась Хороший мешок вытаскиваем Ой, мешок тёплый, тёплый, тёплый мешок Да В патрубах помацать Отсюда наверх Эй-эй, нижняя патрубка гаража Гаража, термостат открывался, сволочь такой Его нагревать надо, короче, машина Буксовать надо, машина нагревать Термостат открывается, нижняя патрубка гаража становится Так, ну сейчас пробуем дальше, короче, да Температура была почти критичная Почти это Ой-ой-ой, прямо держать невозможно Трубки, короче, такой горящий все, а Волки-палки Может, там жидкость еще мало я не проверял Ой-ой, как глубоко сидимая Да, у нас ни лопаты, ни хрена, только собака Собака толкать не хочет, по-моему Ой-ой-ой, нафиг не такое делаешь, Эля Мы не вылезем отсюда Температура упала сразу Я мешок убрал Тебя может толкать опять Так, знаешь, что мы сделаем сейчас? Мы сейчас сделаем пониженный Не пробуем Итак, нам надо вылезть, да? Нет, ворох тут наоборот Ой-ой-ой-ой, давай-ой-ой Фирою пневшопит, блин Находиться нафиг, да? Снова температура, упал, блин Специальные японцы сделали буксовальные машины, блин, сволочи Такой, да? Неубиваемый такой Давай-давай-давай вы были сумма на и че-то фермером короче поля обрабатываем ключу чуть не едешь а были ваши не едешь дурак такой а машине едет паши да вы делались бы на одном месте стоит представляешь вот сволочь так хороший дифференциар блокируем да и пробуем гребет гребет а ничего не происходит чуть-чуть вместо тронулся чуть-чуть только тронулся больше не хочет дурак короче такой пойдем приятных блин надо выбирать снег ничего не хочет очень ехать ну вот мерзок заблокировался почему так сделал выключай киношка будем копать снег короче ребята машина не знаем какой ну делаем обзор полетов короче это помощь ассистента не пригодилась короче он сидел в салоне наблюдал только и командовал потом короче убедились что мешки из-под собачьего корма они помогают поднять температуру но вылазить из болота они не помогают короче а это короче лопата надо с собой возить и короче если вот так 4 на 4 не включены то видите то один колесо крутится по другой а все потому что сволочь оттепель такой такой оттепель бляха муха или может резина надо мощный щипованный покупать не знаю прямо ну короче будем тогда вот тепло станет вот тогда плюсовой температура стоит а снег как сопли становится а тут снег глубокий и сверху корка короче а потом там это внизу как сахарная пудра такой короче ну короче сидели мы на пузе так пилот мой издевается горит пешком пойдешь теперь потому что есть нихера не умеешь и вот я теперь пройду за машину пешком бы а сидели глубоко сидели на пути вот так сейчас это короче посмотрим там либо я тебя не знаю что сделаю издеваться на старые человеки матри весь капает теперь снеге было ничего мост вообще не снегу даже так пока немножко снежок загнали короче это был по катушке для девочек ну блин лопата надо лопата надо ребята подожди не задави отца по ним неужели по лентах у тебя надоело что будет спать подавить рукой там весов снегу там глубоко снегу однако далеко были снегу смотри ой-ой-ой-ой-ой-ой короче температура поднимается нормально по трубке работает термостат и работает японцы были правы нафиг вот токио сан спасибо тебе за такой машина и дай тебе бог здоровье счастье и короче продолжать крепать такие машины и когда у тебя будет лишней машина и дядя его и подгони один по новей еще и с мощным резином таким да подожди и подожди угнали машина блин только купил угнали у тебя Продолжение следует...